Вечер добрый, адекватным людям. Ребят, хотел бы поблагодарить всех, кто писал слова поддержки Ири. Поддерживала её комментариями. Ну, по-разному. В личные сообщения на YouTube, разные соцсети. Да, я немножко подтормаживаю. У нас были очень тяжёлые последние 3-4 дня. Вполне возможно, ещё как-нибудь отдельно запишем видео на эту тему. Там у нас целая история была. В общем, по факту. Ирина лежит в Ростове-на-Дону. В больнице. Да, сделали операцию. Сегодня, наконец-то, в час дня сделали операцию ей. Ну, всё озвучивать не хочу. Не хочу. Всё хорошо. Лучше, чем могло быть. Потому что на момент операции она уже не видела ничего левым глазом. Как сказала доктор, шторка закрылась. Шторка закрылась и левый глаз у неё ослеп. Сейчас, после операции, надеемся, всё восстановится. Потом у неё во вторник ещё одна операция. Там сложная система. Кто сталкивался со слойкой сетчатки, знает. Там разрезают глаз. Ну, микропроколы. Удаляют кровь, которая там... Сосуды, которые уже запеклись. Которые не жизнеспособны. Чистят всё. Потом закачивают гель, который придавливает эту сетчатку. На какое-то время оставляют это. Потом там закачивают тяжёлую воду. Потом меняют ещё на что-то. То есть всё, что с этим связано, это очень высокотехнологичные, очень... Точные, дорогостоящие операции. Потому что, например, в Ирисе нам насчитали 400 тысяч. Полный комплекс. Это там, где Ире паяли лазером сетчатку. И где ихняя пайка благополучно отвалилась. Вот. Ребят, большое спасибо за слова поддержки. За помощь, которую вы присылали ей. Спасибо за личные встречи. Вчера. Или позавчера. Я уже, честно говоря, вообще потерялся. Настолько тяжёлые были. Эти четыре дня. Что я потерялся уже во времени. Мы совершенно случайно здесь во дворе дома встретились с подписчиками нашими, с друзьями из Камчатки. Эдуард, Татьяна. Привет. Спасибо большое за подарок. Ребята подарили нам беспроводные микрофоны. Чтоб нас получше было слышно. Ирина пока не видела. Я отослал ей фотографии. Она очень обрадовалась. Ребят, пишите ей, пожалуйста. Она пока ещё не может читать. Ну, то есть, можете себе представить. У неё всё. Нелицеприятное зрелище, конечно, после операции. Но она обязательно, когда сможет, она всё прочитает. Ребят, большое спасибо за поддержку, за переводы, которые приходили ей на карту. Мы всё ценим. Времена. Да, у нас не очень весёлые. Ну, я думаю, вдвоём мы справимся. Самое главное, операция прошла достаточно нормально. Доктор говорит, есть позитивные моменты. Что ещё? Вот как раз вижу. Ириска пишет что-то на телефоне. Она обязательно прочитается. Сейчас она даже не может читать. Она с моих слов, я ей рассказываю информацию. Она прослушивает голосовые сообщения. Вот, лежит она в Ростове. Это, я повторюсь, наверное, долгая история. Наша БСМП Ейска, это вообще отдельная история. У нас будет ещё обязательно с ними. Разговор с ними, с прокуратурой. В общем, ребята, я обещаю. Я это так просто не спущу, потому что они на морозе выдали ей направление к офтальмологу. То есть, когда её уже скорая забрала, когда она уже практически почти ослепла. Скорая забрала её в Ейскую больницу. А там дежурный врач на морозе ей выдал направление к офтальмологу в Краснодар за 300 километров. И сказал, ну, едьте как хотите, в 12 часов ночи. В общем, вот так вот. Но это отдельная история. Ещё мы... Ни одно видео, я думаю, снимем на эту тему. И ни один суд будет. В общем, всё хорошо у неё сейчас. Спасибо большое, кто переживает. Отдельное спасибо за молитвы. Она говорит, что прямо чувствовала это. Это ей очень помогало. Потому что достаточно тяжёлая операция, когда тебе иглами лезут в глаз. Вот. Я ещё что хотел посоветовать. Знаете, до этого момента, пока мы не столкнулись с этим, не попали с ней на эту операцию, мы думали, что отслойка сетчатки это что-то такое, знаете, редкое, достаточно редко встречающееся, что-то экзотическое. Ребят, вы просто не представляете, сколько людей в Ростове лежит в офтальмологическом отделении со слойкой сетчатки. Там буквально в смысле поток операций идёт. То есть очень много людей. Очень. Их просто не видно по улице. Людей, которые теряют зрение. Вот. Мы видели молодого парня, который умолял доктора сохранить ему глаз после отслойки сетчатки. Это не обязательно возрастное. Там люди всех категорий. Я просто хотел бы дать совет. Ребят, если не дай бог такая беда случится с вами, первый признак отслойки сетчатки, как рассказывала Ира, она прям помнит, она сидела на работе, резко повернула голову, там стресс был у неё на работе, резко повернула голову и появились чёрные точки у неё перед глазами, как жирные чёрные мухи. Это первый признак отслойки сетчатки. И второй признак отслойки сетчатки, когда вы закрываете глаза и видите вспышки света, так называемые фотопсии. Светлые точки, как от сварки, либо вспышки, как молния. Вот это фотопсия, это очень специфический симптом отслойки сетчатки. Это означает, что в этот момент сетчатка как раз сетчатка рвётся. Вот, ребят, если вы увидите, не дай бог у вас такое начнётся, не теряйте времени, немедленно бейте тревогу, немедленно вызывайте в скорую, немедленно к офтальмологу. Потому что отслойка сетчатки это очень тяжёлое, быстро развивающееся заболевание, которое ведёт к полной слепоте. По стандартам ЕС, человек, обратившийся со стойкой сетчатки, человеку должны в течение 24-х сделать операцию. То есть там два варианта, либо маленькая площадь отслойки пытаются приварить сваркой, ну, либо хирургическая операция. И у нас, я сейчас готовлюсь к судебным баталиям с местными медиками, я тоже полез к стандарту оказания медицинской помощи. Оказывается, всё это прописано, когда надо, когда, в какие сроки, при каких симптомах надо госпитализировать человека. Я хочу освежить память ейским врачам и их руководителям, кто не знает, как это делается. Так вот, в течение 24-х часов, с момента постановки диагноза, отслоение сетчатки, человеку должна быть сделана операция. Иначе это грозит непоправимыми последствиями. Поэтому, ребят, если вы, не дай бог, такие симптомы заметили у себя, жирные черные мухи, которые неожиданно появились перед зрением, перед глазами, либо молнии при закрытых глазах, так называемой фотопсии, бейте тревогу, у вас отслойка сетчатки, и немедленно к врачу, если не хотите ослепнуть. Все, на сегодня у меня все, всем пока. Ириска лежит в Ростове, я дома с котами, ждем ее с нетерпением дней через 10, надеемся, если все будет хорошо, она будет дома, дальше будет реабилитация, а потом еще через 2 или 3 месяца еще одна операция. В общем, это долгая история, а все лето она опять по больницам. Все, всем пока, будут новости. Буду писать еще. Субтитры сделал DimaTorzok